ЦИК проверяет подписи и уже недоволен. Слухи о возможной отставке залуженного не утихают. ЕС одобрил помощь Украине, а в Техасе продолжается противостояние. Но совсем не такое, каким его представляют российские государственные СМИ. Это Екатерина Воропа и канал «Объектив». И начну сегодняшний выпуск с объявления. На этих выходных у нас будет сразу два, два стрима. Уже сегодня, в 21 час по Москве, Анастасия Брюханова и Андрей Матвеев обсудят, как общаться с близкими и просто знакомыми людьми о политике. По мотивам нашего вчерашнего видео. А наш еженедельный стрим будет завтра в 20 часов. Там обсудим главные события недели, которая выдалась очень яркой. Ссылки на стримы в описании. А я начинаю. ЦИК продолжает проверку подписей. Вчера зампред ЦИКа Николай Булаев заявил, что в подписных листах, которые сдали Надеждин и кандидат от коммунистов России Сергей Маленкович, нашлись, цитата, «ошибки, которые вызывают удивление». В частности, там, как утверждают в ЦИКе, обнаружили подписи десятков людей, которые умерли. Причем Булаев не уточнил, у кого из кандидатов обнаружили такие подписи. У обоих или у кого-то одного. Впрочем, коммунисты России печально известны тем, что обычно собирают подписи, просто рисуя их с баз граждан. Причем не самых актуальных. Поэтому именно у Маленковича и могут обнаружиться такие подписи. А вот Надежды на это непонятно как касается. Также зампред ЦИКа заметил, что из-за этого возникает вопрос к чистоплотности этических норм сборщиков подписей. И добавил, что кандидат в какой-то степени к этому напрямую причастен. ЦИК пригласил Надеждина и Маленковича к себе 5 февраля, чтобы рассказать им о результатах проверки подписей, а также показать протоколы о выявленных нарушениях. По интернету сразу начали ходить догадки, что эти заявления ЦИКа означают, что теперь Надеждина точно не зарегистрирует. Друзья, делать выводы рано. Эти слова могут говорить о чем угодно. Надеждин предложил всем, кому в его подписных листах меречатся мертвые души, обратиться в церковь или к экзорцисту. Он отметил, что россияне, которые отдали за него подпись «Живее всех живых», что, в общем-то, было видно по очередям. Фотографии этих очередей Надеждин к своим словам и приложил. Как вам? Похоже на зомби-апокалипсис? В любом случае, призываю вас раньше времени не расстраиваться, не переживать и вместе дождаться результатов проверки. Благо, осталось совсем недолго. Ну и еще по теме выборов. Социологи из Russian Field выяснили, что главное, чего ждут россияне от президентских выборов, это окончание войны. Больше четверти россиян ответили, что мир должен быть первоочередной задачей для победившего кандидата. При этом неважно, кем он будет. Ниже в списке ожиданий россиян повышение доходов и политические изменения. В этот понедельник сначала в украинских, а потом и в российских телеграм-каналах и СМИ появились слухи об отставке главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Технически в такие слухи поверить можно. У Зеленского и Залужного есть разногласия в оценках хода войны. Зеленский более оптимистично оценивает шансы ВСУ и избегает разговоров о долгой войне. Залужного же называют скорее реалистом. Он считает ситуацию на фронте тупиковой и как раз-таки говорит о долгой войне. И это только некоторые их разногласия. Неудачное наступление ВСУ этот конфликт обострило. Но фактически никакой отставки мы пока не видим. Тем не менее, всю неделю СМИ пишут, что вопрос может быть и не закрыт. Один из источников СНН сообщил, что указ об отставке появится к концу недели. В прогнозистов украинской политики мы играть не будем, но вопрос, имеет ли смысл отставка Залужного, обсудим. Об этом есть вполне внятная аналитика у вашего Тонпост. Сейчас Украина в сложном положении. Успехов на фронте нет и не видно. Западная помощь забуксовала. В СУ нужно набрать новых солдат, чтобы дать отдохнуть другим военным. Украинский парламент работает над ужесточением призыва. Если докинуть сюда отставку главнокомандующего, говорят источники газеты, это принесет проблемы и вот какие. Прежде всего, отставка плохо повлияет на моральный дух и солдат, и обычных украинцев. Залужного уважают как среди военных, так и среди гражданских. И за отставку они Зеленскому явно спасибо не скажут. Более того, если ВСУ возглавит кто-то новый, ему все равно придется решать старые проблемы. Кто бы ни пришел на место залужного, ему по-прежнему придется сражаться с более многочисленной российской армией. Тупик на фронте тоже никуда не исчезнет. Не разрешится и проблема нехватки солдат и ВСУ. Украине по-прежнему будут нужны новые люди на фронте, чтобы восполнить потери и сменить действующих военных. А значит, по-прежнему нужна и мобилизация. Останется и дефицит боеприпасов с военной техникой. Люди, которых пророчат в преемнике залужного, в частности, глава ГУР Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, эту ситуацию тоже никак не переломит. К тому же и к потенциальным кандидатам на пост залужного есть вопросы. Сырского, как сообщили источники, в рядах украинских военных не особо любят. Солдаты считают, что его приказы не всегда обоснованы, и он не очень заботится о сохранении жизни военных. А у Буданова мало опыта для командования армией. Более того, эти же чиновники боятся, что более лояльные Сырский и Буданов будут говорить Зеленскому только то, что он хочет услышать. Залужный же за таким не замечен. Еще до слухов об отставке он написал колонку для СНН о состоянии дел на фронте и о том, о что дальше нужно делать ВСУ. Опубликовали ее уже в разгар противостояния позавчера. В своей статье залужный впервые прямо и публично критикует государственные институты Украины за неспособность увеличить численность ВСУ без непопулярных мер и за перекладывание ответственности за закон о мобилизации на военных. Также залужный отметил, что Украина должна научиться воевать в условиях, когда у противника есть преимущество в количестве солдат и в условиях неэффективности западных санкций. Посмотрим, как будут развиваться эти события и пройдет ли отставка главкома ВСУ. Мы обязательно об этом сообщим, как в видео, так и в телеграм-канале. Кстати, на него можно подписаться. А теперь поговорим немного о помощи Украине. Пока американский конгресс никак не утвердит пакет помощи, хорошие новости пришли из ЕС. Там договорились выделить Украине 54 миллиарда евро за четыре года. Теперь это должен одобрить Европейский парламент, и аналитики считают, что он это сделает. Первые почти 5 миллиардов Украине переведут в марте. Эти деньги прежде всего покроют нужды украинского бюджета. Те же выплаты зарплаты, например, учителям. Одобрили помощь Украине все 27 стран ЕС. Даже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он в прошлом году наложил на решение вето. Орбан хотел обменять свое одобрение помощи на деньги от ЕС. Этот план не удался. И венгерский премьер придумал новый. При обсуждении пакета Орбан хотел, чтобы помощь Украине заново одобряли каждый год. Тогда у него было бы больше возможностей для шантажа ЕС. Но ЕС нашел ловкий компромисс. В соглашении о помощи прописали возможность ежегодного обсуждения пакета, чтобы сообщать странам, как тратят деньги и насколько это эффективно. К тому же пакет могут через два года пересмотреть. Тогда Венгрия или кто угодно может пакет заблокировать. Но это далекая перспектива. В итоге денег Орбан не получил. Своих условий не продвинул. А на помощь Украине согласился. Как говорит Орбан, он получил гарантии, что средства, цитата, будут использоваться разумно. А брать их будут не из замороженного фонда. Такие дела. Минюст в своей пятничной традиции вчера выкатил новый список иностранных агентов. Туда вошли шесть человек. Иноагентом стал председатель Совета правозащитной организации «Мемориал» Олег Орлов. Еще инагентом объявили Станислава Козловского. Он директор, объявившего о своем закрытии российского фонда «Вики-Медиа». Козловский занимался развитием русской Википедии. Он заявил, что будет решение Минюста обжаловать. Также в список вошли историк Никита Соколов, журналист из Тамбова Сергей Степанов, активист из Великого Новгорода Михаил Чемаров и новосибирский городской депутат Антон Картавин из оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020». Последнюю неделю российские пропагандисты и различные новостные телеграм-каналы разгоняли поразительную новость. В Америке вот прямо сейчас начнется новая гражданская война. Штат Техас, мол, восстал против федерального правительства, объявил состояние войны с кем-то там и вообще жутко бузит. Техасская нацгвардия против федеральных войск. Драма, жесть. Америка трещит на части и осталось три секунды до появления Техасской народной республики. И все это из-за мигрантов. Естественно, все такие заявления – это дикие преувеличения. Давайте вместе с вами изучим, что пишут, собственно, американские СМИ о противостоянии в Техасе. Итак, что же там происходит? Происходит наплыв мигрантов на границу Мексики и США. Число мигрантов реально увеличилось, и многие из них пытаются пересечь границу нелегально. Одно из мест, где это происходит – парк Шелби в техасском городе Игл-Пас. Он находится на берегу реки Рио-Гранде, по которой идет граница, и вот через эту реку мигранты из Латинской Америки пытаются нелегально попасть в Штаты. Нелегальная миграция – важнейший политический вопрос для американских консерваторов. Поэтому техасский губернатор Грег Эбботт решил на наплыве мигрантов похайпить. Он приказал Техасской национальной гвардии развернуть в парке вдоль реки барьеры с колючей проволокой, чтобы точно в страну никто не попал. Федеральные власти этому попытались помешать, чисто из гуманистических соображений. Мигранты тоже люди, и они, во-первых, ранятся об эти барьеры, а во-вторых, иногда тонут в самой реке. Американские пограничники их пытаются спасти, но из-за проволоки просто не могли пробраться к Рио-Гранде. Верховный суд США поддержал позицию пограничников и приказал Техасу барьеры с проволокой убрать. И вот тут-то и начался конфликт. Губернатор Эбботт просто отказался слушать Верховный суд. А Техасская нацгвардия отказалась пускать федералов к реке. Кризис ли это? Ну, конечно, да. Америка, конечно, федерация. Но у центральных властей приоритет над властями штатов во многих вопросах, в том числе в миграцион. Несмотря на это, Эбботт выпустил заявление, в котором обвинил федералов бездействия и сказал, что штат будет действовать в своих интересах. Несмотря ни на что. Так что на словах там он Лев Толстой. А на деле все, что происходит, это просто политическая возня. Противостояние в Иголпасе продолжается, но это не начало гражданской войны и не какое-нибудь там отделение Техаса. Это просто повод для республиканцев снова повыступать на тему нелегальной миграции и набрать политических очков. Они этой возможностью активно пользуются. Губернаторы других красных штатов уже предложили отправить свои собственные нацгвардии в Техас, чтобы помочь местным властям. Генеральные прокуроры тех же штатов подписали заявление, что поддерживают действия Техаса. Однако, кроме слов, особо ничего не происходит. Скорее, противостояние переходит в легальную плоскость. Разбираться, как обычно в Америке, будут суды. Проблема для президента Джо Байдена и федеральных властей в том, что им сейчас не нужно сильно продавливать свою позицию по поводу иммиграции. Опять же, по политическим причинам. Республиканцы в Конгрессе завязали на этот вопрос одобрение всех остальных политических приоритетов Байдена, в том числе о финансировании для Украины и Израиля и их армий. Байден, как сообщали в СМИ, уже почти готов пойти на компромисс и вместе с помощью ВСУ и ЦАХАЛ выделить и деньги на защиту южной границы США от мигрантов. Так что то, что происходит в Техасе, это просто часть типичных американских политических разборок. Никакой гражданской войной и сецессии в Америке и не пахнет. Даже если бы и были такие планы, федеральная армия легко продавит органы безопасности штатов. Так сказать, 1861-1865 можем повторить. Привет, это Оля Коровина. И вот какие интересные материалы я нашла в зарубежных СМИ. Илон Маск вживил имплат в человеческий мозг. Ну, точнее, ученый из его компании Neuralink. В 21-м году Маск сообщил об успешном вживлении чипа мозг-обезьяны, после чего Neuralink показал видео с макакой Пейдж, который играл в видеоигры «Силы и мысли». В сентябре прошлого года компании разрешили провести первое клиническое исследование на человеке. На днях Маск написал в Икс, бывшем твиттере, что анонимный доброволец прошел экспериментальную процедуру 28 января и, цитата, «хорошо восстанавливается, а первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков». Чип будет называться телепатия и позволит его носителю силой мысли управлять электронными устройствами. Чип будут устанавливать прежде всего людям с парализованными конечностями, что, по-моему, очень хорошая инициатива. На этом все, пока никаких доказательств и подробностей. А как это работает? Как пишут в Neuralink, операцию на мозге проводит робот, вживляя чип с более чем тысячу датчиками в область мозга, которая контролирует движение. Имплант улавливает сигналы мозга и передает их на внешнее устройство. Оно их расшифровывает и понимает, что хочет сделать человек. Neuralink не первая компания, которая вживила чип в мозг человека. Уже много лет разные фирмы экспериментируют в этой сфере. Например, компания BlackRock Neurotech впервые вживила в мозг устройство для взаимодействия с компьютером еще в 2004-м. Это радуга глазами четырех разных животных. Мыши, медоносные пчелы, птицы и, собственно, человека. Животные могут различать цвета, которые нам попросту недоступны. Однако теперь мы можем посмотреть на мир глазами пчелы или птицы. Биологи из Университета Сассекса и Университета Джорджа Мэйсона разработали специальные камеры и программу. Авторы исследования рассказали, что сосредоточились на птицах и пчелах, но потом эту же точную и к тому же не очень дорогую технологию можно будет использовать для воссоздания картины мира любого другого животного. В глазах человека есть три типа колбочек, которые распознают красный, зеленый и синий длинный волн света, которые объединяются в миллионы различных цветов. Однако некоторые животные, вроде медоносных пчел, рептилий или калибрии, могут видеть ультрафиолетовый свет. Это сильно расширяет спектр. Новая технология, которая позволяет увидеть мир глазами животных, работает так. Запись видео идет в двух каналах, нашим обычным человеческом и ультрафиолетовым. Потом эти два видео объединяют и обрабатывают с учетом знаний о световых рецепторах в глазах животных. Ну что, давайте посмотрим еще примеры. Это солнцезащитный крем на человеческой коже. Таким желтым или даже золотистым его видит пчела. Солнцезащитный крем кажется человеку белым, потому что он отражает свет в видимом для человека диапазоне. Но медоносным пчелом он видится желтым, потому что он поглощает ультрафиолет. Так птица видит бабочку. А вот так пересмешника. Тут заодно понятно, что птицы не воспринимают небо голубым, как люди. Такие видео очень полезны для научных исследований, а еще применимы на практике. Например, чтобы делать безопасные для птиц окна или снижать влияние светового загрязнения для насекомых, от которого они умирают. Ученые воодушевлены. Сколько открытий впереди благодаря новой технологии. На этом все. И, конечно, напомню, чтобы вы поставили лайк на видео и подписались, если вдруг еще нет. До завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!